И все это очевидно. Мотивы России абсолютны для меня. Не имея эффективного продвижения по линии фронта, им нужно обеспечить психологическое давление на Украину, показать, что, видите, мы можем повышать дальше ставки и оказать точно такое же давление на те страны, которые поддерживают Украину, показать им, что Россия готова, опять же, к поднятию ставок, и, соответственно, вы либо принудите Украину все-таки капитулировать, либо мы будем продолжать вести себя вот таким образом, тем более, и тут я перехожу в более важную составляющую, тем более, что наши партнеры, к моему огромному сожалению, ненадлежащим образом отреагировали вот на этот сам факт переназначения диктатора на должность диктатора. И, соответственно, они сказали, что отныне для нас Российская Федерация является нелегитимным, я имею в виду представители Российской Федерации являются нелегитимными представителями, отсутствующих органов власти, и, соответственно, членство России будет приостановлено, приглашать ее мы никуда не будем, и дальше будем выстраивать свои отношения, исходя из несуществующей системы власти в Российской Федерации. У меня буквально уточнение касательно этого обстрела, поскольку обстрел энергетической системы, тем более, как и Каховская ГЭС, так и Днепровская ГЭС, это еще и преступление, это не только терроризм, это еще и преступление против мирного населения. И, конечно же, вот сейчас узнали, как Андрей Костин, прокурор, рассказал, что рассматривает Украина в соответствии составляющей геноцида еще это преступление. Каким образом еще Украина будет на международном уровне поддерживать против России террориста эту идею? Давайте зафиксируем, чтобы у нас не было иллюзий с вами. Смотрите, безусловно, Россия применяет и террористический, и геноцидный компонент. Безусловно, основная цель — это уничтожение не просто инфраструктуры, а гражданского населения. Они нас люто ненавидят во всех смыслах этого слова. Это и есть как раз-таки проявление геноцида, депортации, депортации детей, депортации взрослых, фильтрация, пытки, массовые убийства, насилие, воровство, захват чужой собственности. Все это проявление геноцидного компонента в этой войне. И, несомненно, Россия, кстати, устами того же Пескова буквально вчера сказала, что она настолько люто ненавидит Украину, что никакой СВО они больше не ведут. Я хочу еще раз подчеркнуть, это официальная позиция, что они ведут против нас войну, и главная цель этой войны — уничтожение государства Украины. Не абстрактного какого-то государства, а собственно граждан, которые здесь проявляют максимальную нелояльность к Российской Федерации, и, соответственно, не хотят находиться в том лагере, который Россия всегда строит, на тех территориях, где она находится или имеет эффективное управление. Теперь все, что касается, как можно работать с этими компонентами. К сожалению, давайте без иллюзий. Я просто хочу, чтобы мы не испытывали иллюзий, не имели каких-то представлений о том, что все завтра будет правильно, потому что мы на стороне добра и так далее и тому подобное. Смотрите, если Россия проигрывает эту войну, несомненно, все эти преступления получат надлежащую юридическую оценку. Не сомневайтесь в этом. То есть все субъекты, которые и непосредственно принимали участие в исполнении преступления как такового, и организаторы, я не забываю об этом всегда подчеркивать, что, например, организатором массовой депортации детей является не какая-то там, условно, Белова, а является господин Кириенко, ну или субъект Кириенко, называйте правильно. Это первый замглавы администрации президента Российской Федерации, то есть человек, который, в принципе, придумал всю вот эту вот историю, касающуюся депортации, обязательно депортации детей, ассимилирования их, то есть размывания их идентичности и так далее и тому подобное. Так вот, безусловно, в момент проигрыша России, почему важно, чтобы Россия проиграла, почему важно, потому что потом последуют большие объемные процессы, где можно будет все это исследовать, безусловно, показать, к чему приводит вот толерирование таких субъектов, как Путина, а, между прочим, напомню вам, что после 2014 года, к огромному, опять же, сожалению Украины, европейские наши партнеры толерировали тогдашние президенты, канцлеры и так далее, толерантно относились к тому, что делает Путин в Украине в том числе, и это привело к нынешней трагедии. Так вот, исследуя все это в рамках уголовных преступлений, конечно же, будет прослежена вся роль тех или иных субъектов Российской Федерации, те, кто принимали решения, те, кто, собственно, планировали все то, что делали, и те, кто осуществляли непосредственно на местах вот эти военные, и не только военные, но и гуманитарные преступления против гражданского населения. Но для этого важен главный фактор. Россия должна обязательно проиграть. Второй фактор очень важный. Если Россия не проигрывает, если подписываются, опять же, какие-то абстрактные минские протоколы, я не знаю, там, минские соглашения, еще какие-то соглашения и так далее, Россия не будет нести никакой ответственности за те преступления, которые совершены. Что бы мы сегодня с вами не обсуждали, какие бы уголовные дела не были возбуждены, все это будет иметь гриф невозможности исполнения, к сожалению. Да, возможно, каких-то людей где-то кто-то догонит, но, тем не менее, в целом Российская Федерация не будет нести надлежащую цену. Напомню вам итоги Балканских войн, да, в результате которых в течение длительного времени искались военные преступники, такие как Радован Караджич, такие как Млад Карадич, да, Радич, которых находили и садили на скамью подсудимых, и, соответственно, они несли ответственность за военные преступления в том же Сараево и так далее и тому подобное. Вот то же самое возможно только в случае проигрыша России. Я хочу, чтобы мы с вами это четко понимали, почему в этой войне, действительно, в такой масштабной войне с таким абсолютно выраженным, вы абсолютно правы, абсолютно выраженным геноцидным компонентом нужно дойти до справедливого финала. Тем не менее, давайте вот к Пескову вернемся. Спасибо, что вспомнили о нем. Фраза звучит так. Мы находимся в состоянии войны, каждый должен это понимать. Раньше ни Путин, ни тот же Песков, говорящий рот Путина, не говорили вот в таком формате. А что вдруг? Выборы прошли теперь можно? Давайте здесь, опять же, правильно поставим акценты. Смотрите, очень хорошо, что мы это сейчас обсуждаем. Для России важно на этом этапе резко нарастить агрессивную эскалационную риторику, то, что они и делают. Вот смотрите, и в рамках прямых заявлений таких субъектов, достаточно примитивных, как Песков, просто нужно слушать то, что он говорит, как он выглядит, как он вообще разговаривает, какая у него лексика. Это, безусловно, один из самых примитивных субъектов, которые могут считаться спикерами тех или иных должностных лиц. Но, тем не менее, смотрите, вот то, что говорит Песков, и то, что мы с вами видим в медийном пространстве. Россия проводит организацию, дополнительную мобилизацию. Россия формирует дополнительные военные соединения, включая целые армейские подразделения. Армейские, подчеркиваю, там, не дивизии даже, а армии целые. Россия соберет сейчас 300, 400, 500 тысяч мобилизованных и будет захватывать Харьков и так далее. Это все направлено, еще раз подчеркиваю, вся риторика после 17 марта, когда Россия ожидала более агрессивной реакции европейских, прежде всего, стран на незаконное переназначение Путина, ну и, соответственно, после этого должны были последовать те или иные санкции, то или иное ограничение присутствия России, где бы она ни была, всего этого не было. Просто сделали вид, ну да, вот он избрался и так далее. И, соответственно, сейчас Россия, понимая, что никакой надлежащей реакции не было, начинает повышать вот эту тональность эскалационной риторики. Главная задача – испугать, испугать наших партнеров, испугать Украину. Армии, эскалация, тут война, тут малограмотный субъект по фамилии, дивнейшей фамилии Песков выходит и рассказывает о том, что это уже не СВО, это война, бойтесь, Украина. Как будто мы с вами два года находимся в состоянии какого-то мифического СВО, а не в состоянии абсолютно конкретной, агрессивной, с геноцидным компонентом войны. Россия исключительно четко попадает под определение преступника, который совершил акт агрессии как таковой. То есть в международном праве это четкую регламентацию имеет. Россия начала неспровоцированную войну против Украины, использует все военные технологии, полный объем военного ресурса и, соответственно, наносит максимальный ущерб и гражданской, и военной инфраструктуре суверенного государства Украина. Поэтому нам вот эти заявления какого-то мифического, я не знаю, субъекта, не мифического, а глупейшего субъекта по фамилии Песков не имеют никакого значения. Важно осознать на этом этапе, вот именно сегодня, и теракт в Москве, и заявления соответствующие, и общая эскалационная риторика, и, соответственно, вот эти, знаете, вальяжные, опять же, поведения обнаглевшего Путина, который выходит, говорит, смотрите, ну если будет там война с НАТО, ну мы готовы к Третьей мировой, мы готовы, смотрите, этот субъект ни к чему не готов, его главная задача сейчас выйти на вот эту стандартную российскую поведенческую модель, какую? Напугать людей максимально, заставить их бояться, поставить их на колени и получить то, что он хочет, за счет блефа, классического российского блефа. Ничего другого в этом нету. И поэтому короткие выводы. Для Украины ситуация не изменилась. Для Украины, второе, очень важно получить необходимый объем оружия. А это зависит, и это третье, от осознания нашими партнерами, что в этой войне никакая риторика, никакой роли больше не играет. Играет роль только материальное насыщение линии фронта необходимым инструментом. Четвертое, нужно равнодушно относиться к подобным заявлениям Российской Федерации, максимально, ну как это, снисходительно, саркастично относиться к объектам, которые будут всю ответственность нести только на скамье подсудимых. Вы тогда увидите совершенно другую физиономию субъекта Пескова и субъекта Медведева и субъекта Путина. Это будет выдающееся выражение странных физиономий. О наших, об украинских партнерах на этой неделе Украину посетил советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан. Говорил о том, что Украина должна не только победить, но и выйти из войны развязанной России с сильной экономикой, процветающими демократическими институциями. Во время брифинга с руководителем офиса президента Украины заявил об этом господин Салливан. Также Салливан заявил, что послевоенное процветание Украины в интересах США, поэтому поддержка со стороны Вашингтона будет продолжаться. Короткая цитата, сейчас вернемся к обсуждению. Мы проговорили и подготовку к Вашингтонскому саммиту, и подготовку по первому саммиту формулы мира. Мы обсудили ситуацию на фронте, обсудили ситуацию по нашим потребностям, обсудили поддержку США. Сегодня в очередной раз услышал от господина Салливана абсолютно бесспорный тезис о поддержке Соединенных Штатов и о двухпартийной поддержке. Украина должна победить. И что это значит? Это значит, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой и свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, которая растет не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в областях, где вы внедряете инновации. Даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации. В этом есть и критически важный военный аспект — обеспечение необходимой поддержки, снабжения и вооружения для храбрых солдат Украины, чтобы они могли эффективно делать то, что им нужно делать на поле боя. Интересно, что первый удар со стороны государства-террориста на неделе был как раз совершен вот в дни, когда господин Салливан был в Киеве и говорил на пресс-конференции о будущем Украины. Как вы думаете, как вы считаете, как можете ли нам что-то сказать из условной инсайды, придерживается ли Белый дом стратегии контролируемой эскалации, которые в основном связывают с господином Салливаном, а также с главой Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса? Хорошее заявление. Кстати, мы с вами услышали. Господин Ермак, кстати, абсолютно прав, что в очередной раз мы услышали заверение о том, что Украина должна победить. Это, конечно, для нас очень важно. Но важно, чтобы эти заявления были подкреплены конкретными логистическими действиями, в данном случае голосованием за пакет конкретной военной помощи. И именно эта помощь является сегодня критически важной с учетом того дефицита, который мы испытываем на поле боя. С точки зрения управляемой эскалации и так далее, это, мне кажется, нелепо звучит. Это абсолютное непонимание тех реалий, которые вообще сегодня существуют. На сегодняшний день нет никаких управляемых или неуправляемых действий. На сегодняшний день есть безусловная агрессия Российской Федерации, цель которой обеспечить себе доминирование в глобальном политическом процессе как таковом. То есть это не вопрос даже территории Украины, это вопрос того, что правила должны быть переписаны. Россия об этом четко, внятно, недвусмысленно, кроваво заявила. То есть мы сейчас эту войну ведем для того, чтобы вы все сошли с шахматной доски, превратились в пешек, а мы будем, соответственно, ферзем, который будет определять те правила, по которым вы будете дальше жить. И, соответственно, к нам присоединятся другие страны, которые готовы будут эту позицию разделять. То есть разделяй и властвуй, при этом разделяй силой. И так далее. На мой взгляд, если еще кто-то придерживается какой-то концепции сдерживания, управляемого сдерживания Российской Федерации, он либо четко не понимает того, в каком мы историческом промежутке находимся, либо он не видит очевидные психосоматические изменения в Российской Федерации. И на лице, например, того же Путина это четко написано, что я, знаете, с вашими управляемыми сдерживанием буду разбираться классическим конвенциональным оружием на поле боя, вырезая как можно больше гражданского населения. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как в 21 веке, в информационной эре, можно все это не видеть и продолжать играть в какую-то работу. Мы здесь, знаете, на шахматной доске, какими-то фигурами будем двигаться. И поэтому, на мой взгляд, можно говорить все, что угодно, но есть три важных базовых сегодня постулата, которые нужно принять и дальше в рамках этих постулатов двигаться. Первое. Российская Федерация является абсолютно недоговороспособной. Никакого сдерживания, никаких конфигураций, никаких геополитических игр в отношении этой страны невозможно обсуждать. Ничего, кроме одного. И это второе. Российская Федерация должна обязательно проиграть, если мы хотим иметь дальше управляемое политическое пространство, в котором будут четкие, внятные, прописанные правила. И, наконец, третье. Если мы хотим получить внятные, четкие, прописанные правила, которые будут гарантировать, в том числе Соединенным Штатам, внятное будущее, да, то есть сколько они могут тратить на безопасность, на Пентагон, на участие в других экспедиционных операциях, на контроль над другими территориями, на собственную безопасность, в конце концов, необходимо насытить Украину паритетным объемом оружия. Какого типа оружие необходимо Украине, мы с вами неоднократно обсуждали. Если коротко, это то, что есть у Соединенных Штатов. Прежде всего, снаряд 155-го калибра, прежде всего, дальнобойная ракета, не только модификации, устаревшие модификации «Атакамс», но и другие модификации. Третий – авиационный компонент, очень важный, и к нему же определенные авиационные бомбы, которые будут точно так же управляемыми, которые позволят эффективно разрушать фортификационные сооружения, которые Россия построила на оккупированной территории. Четвертая составляющая – это, несомненно, бронетехника определенного вида. И, наконец, пятая составляющая – это активное участие, вот тут очень важно, активное участие в изоляции России на глобальных экономических рынках. Если этого не делать, то Российская Федерация будет продолжать продавать сырую нефть в том или ином виде на глобальном рынке, продолжать продавать другие сырьевые ингредиенты и, соответственно, получать возможность финансировать и продолжать финансировать эту войну. Поэтому никакого дальше, смотрите, очень важно, никакой концепции сдерживания стратегического, тактического по отношению к России не существует. Войны, когда они начинаются, показывают точно, что политика сдерживания закончилась, она нереализована, она проиграла, нужно победить, а после этого выстроить другую систему международных отношений, в которых Россия будет аутсайдером, не будет влиять больше ни в каком виде, ни в G8, как это было, ни в G20, как это есть, к сожалению, ни в других международных институтах, в том числе в Совете Безопасности ООН. Россия будет аутсайдером, который находится где-то далеко на галерке, а другие страны между собой еще раз переосмыслят принципы глобальной безопасности, принципы международного права, и, соответственно, будут эти принципы адаптировать к новым реалиям. Надеемся, что Россия также будет аутсайдером на рынке нефти. Украина вывела из строя не менее 10% нефтеперерабатывающих мощностей России. Об этом в своем обзоре сообщает разведка Великобритании. Аналитики обратили внимание, что Российская Федерация вряд ли сможет защитить свои объекты энергетической отрасли, учитывая большую территорию самой страны, ну и большое количество самих нефтеперерабатывающих предприятий. Также в британской разведке считают, что ремонт на поврежденных российских НПЗ может занять значительное время, а введенные санкции еще и усложнят поиск необходимого оборудования и увеличат его стоимость. Ну и стоит напомнить, что этой ночью Новокубишевская, Самарская область, и также жители сообщили попадание в НПЗ. Ну и, конечно же, хотелось бы понять, будет ли чем защищать их НПЗ. Мы уже видели, как российский пропагандист Соловьев, он целый скандал устроил, что, мол, давайте сами защищайте свой бизнес, либо же отдавайте Россию. Ну и также Минэнерго и Росгвардия прорабатывают мероприятия с целью обеспечения безопасности российской нефтепереработки. Есть ли такие ресурсы и силы, чтобы Росгвардии защищать? Исходя из того, что мы видим с вами сегодня, исходя из того, что мы видим теракты, которые проходят в Подмосковье, исходя из того, что мы видели год назад, когда, собственно, Пригожин обнулял силовую вертикаль России, можно сказать, что Российская Федерация на сегодняшний день не обладает компетентными правоохранительными органами, которые могут обеспечить надлежащую охрану тех или иных социальных бизнес- или коммерческих объектов. Силовая вертикаль заточена в России только на противодействие одиночным антивоенным пикетам, в которых будут принимать участие, собственно, женщины, дети и так далее и тому подобное. И, грубо говоря, в российские сегодняшние правоохранительные органы не готовы вести превентивную работу, не готовы проводить соответствующую агентурную работу. Они являются некомпетентными, еще раз подчеркиваю, непрофессиональными. И абсолютно отсутствует у них четкое понимание, что, как и где происходит. Поэтому обеспечить защиту тех или иных нефтяных объектов, конечно же, они не смогут. И, в принципе, давайте тут здесь, опять же, правильно поставим акценты. Для международного права нефтяные объекты Российской Федерации, прежде всего, нефтеперерабатывающие заводы, являются абсолютно конкретными объектами, которые так или иначе имеют безусловное отношение к проведению военных агрессивных действий. И, соответственно, эти объекты вполне могут разрушаться в полном объеме в рамках международного права. Это законные действия, которые могут предпринимать та или иная сторона. И, соответственно, это могут делать, собственно, граждане России, которые считают, что Путин не является на сегодняшний день субъектом, который имеет право называться президентом Российской Федерации. Это могут делать Украина, если она считает, что эти объекты так или иначе участвуют в проведении боевых действий. Это может делать любая третья страна, если считает, что таким образом будет ослабляться милитарный потенциал Российской Федерации. Еще раз подчеркиваю, страна, которая начала активную, не спровоцированную военную экспансию, абсолютно нарушая международное право, не подпадает под действия международного права. А вы, когда ведете оборонительную войну, имеете право атаковать любые объекты, которые так или иначе имеют отношение к обеспечению военных агрессивных действий Российской Федерации. Поэтому два вывода. Первое. Объекты должны максимально быстро разрушаться по тем или иным причинам. Неважно, каким это военные причины, это причины неэффективного хозяйствования, это причины внутренних конфликтов. И второе. Правоохранительные органы Российской Федерации, прежде всего Росгвардия, прежде всего ФСБ, безусловно, не смогут надлежащим образом их защитить. Кстати, насчет ФСБ. Очень интересный момент. Я хочу, чтобы вы на него потом обратили внимание. Например, возле того же Крокус-Сити находится недалеко районное управление Федеральной службы безопасности России. Но, например, представители спецназа Росгвардии или других силовых структур оказались на месте совершения террористического акта в этом торговом центре только через полтора часа. То есть, вы понимаете, абсолютная эрозия, которая случилась с российскими правоохранительными органами, их не существует. И вот то, что мы сегодня видим в Подмосковье, оно как раз таки и характеризует абсолютную неготовность России к контролю над безопасностью для собственных граждан. В контексте Крокуса, ситуации в Подмосковье. Коллеги, давайте покажем, так РИА Новости комментирует ваше же заявление. Я хочу обратить внимание на слово... Давайте, коллеги, можем ли показать сейчас? Надеюсь, что можем показать. РИА Новости комментирует ваше заявление так. Советник главы офиса Зеленского Подоляк даже после задержания террористов по дороге к границе с Украиной отрицает причастность Киева к теракту в Крокусе. Фраза «даже после», я так понимаю, должна натолкнуть читателя прокремлевского издания на то, что ну сто процентов украинцы были, сто процентов. Симоньян об этом ноет в телеграм-канале, Коц и прочее-прочее. Смотрите, я сразу скажу, что очень давно еще в бытность юношескую свою, имея отношение к медицинской отрасли, принял для себя решение не комментировать людей с ослабленным интеллектом. То есть имеется в виду, если люди, вот в данном случае вы говорите про ТАС или ЭТАРТАС, неважно что, это абсолютно максимально глупые люди с крайне низким интеллектом. То есть в принципе они пограничники, мы так их называли. То есть те люди, которые, наверное, не должны находиться где бы то ни было, а должны проходить специальное обучение навыкам общественного поведения. Это абсолютно неадекватно. Смотрите, еще раз, тут очень важно зафиксировать. Граждане Российской Федерации, в том числе задержаны граждане Российской Федерации, которые ехали в направлении границы Беларуси, а не Украины. Граждане Российской Федерации совершили теракт на территории Российской Федерации. Исходя из своих религиозных мотивов, любых других мотивов и так далее, к Украине все это не имеет никакого значения. И нелепость под названием правоохранительные органы России, еще раз продемонстрирована в этом теракте, выглядит следующим образом. Первое. Полтора часа люди убивали других людей в центре Москвы. Ну, по сути, в центре Москвы. Второе. Никто не занимался превенцией этого преступления, никто не знал о том, что это преступление будет совершаться. Дальше. Граждане Российской Федерации, совершившие преступление, сели на автомобиль, который уже находится в розыске, и едут в зону ведения боевых действий, где, собственно, находится большое количество правоохранительных органов Российской Федерации. Вы понимаете, нелепость этого действия. На самом деле эти граждане ехали в сторону Беларуси, для того, чтобы пересидеть в Беларуси тихий промежуток времени, и потом, соответственно, исчезнуть. Как такового Украина, подчеркиваю еще раз, для нелепых граждан Российской Федерации, Украина не имеет никакого, ни малейшего отношения к теракту на территории Российской Федерации. Первое. Второе. Украина даже близко не могла бы это организовать, так как не пользуется этими методами. Более того, накануне утром, вы об этом вначале говорили, Украина была атакована российскими ракетами, в том числе была атакована дамба Днепрогеса. Это, по сути, и есть ключевой глобальный террористический акт. И для нас было важно, чтобы мир это осознал окончательно, что Российская Федерация абсолютно неадекватная страна, которая применяет террористические методы ведения войны в 21 веке. И, соответственно, для нас, безусловно, никакие теракты на территории Российской Федерации не имеют никакого смысла. Почему? И, наконец, четвертое. Мы относимся к так называемой демократической коалиции, так называемой, я имею в виду для России, потому что слово «демократическое» они пишут всегда с ошибками. Демократической коалиции, а здесь есть определенные ценности, правила, публичность, прозрачность в поведенческих реакциях. В отличие, опять же, от России, которая относится к альянсу максимально отвратительных террористических государств, Российская Федерация на официальном уровне поддерживает такие террористические движения, как Талибан, Хамас, йеменские куситы и так далее. Поэтому нужно посмотреть в зеркало и увидеть там тех, кто любит, обожает и, я не знаю, там носится с террористами, а не обращать внимание на Украину. И стоит отметить, что даже страна белорусская, да, сказала, Дмитрий Крутой, посол Беларуси, заявил, что, собственно, они и помогли задержать где-то там на границе белорусской этих террористов. Методичка, может, не дошла. Телеграм плохо работал, поэтому не доехала. В конце, Михаил, в контексте выборов, переизбрания Путина на тот же трон, на тот же теплое место, коротко спрошу вас, чтобы закрепить для наших зрителей, Украина признает Путина президентом России, либо же в целом легитимным президентом Российской Федерации? Я бы сказал даже так, Украина не признает, что вообще существует субъект по фамилии Путин, который является адекватным и дееспособным в юридическом и физическом смысле этого слова. То есть этот человек, который объявил войну Украине, по сути, который геноцидит украинских граждан, конечно же, для нас не является юридически полноценным президентом Российской Федерации, первое. Второе, никаких выборов Российской Федерации, конечно же, не было. И, соответственно, Российская Федерация на сегодняшний день не имеет легитимных органов власти.